История Северского завода ЖБИ В августе 1941 в Северский из Донбасса прибыло 12 поездов с эвакуированными людьми и оборудованием. Прямо из-под носа фашистов ценой героических усилий были спасены производственные мощности, благодаря которым появились новые цеха на Северском металлургическом заводе. 8 тысяч эвакуированных в Полевской смогли разместиться в городе, введя во время войны до 10 тысяч квадратных метров жилья. Четвертое строительно-монтажное управление, эвакуированное сюда из Донбасса, смогло построить собственную производственную базу. На ее основе в 1945 году было начато строительство механизированного завода шлакоблоков для обеспечения стеновыми материалами развернувшееся строительство. Северский завод ЖБИ начался с комбината производственных предприятий, входящих в состав 4-го стройуправления. Пришла мирная жизнь, а вместе с ней потребность строить жилье. В 1948 году закончено строительство дробильно-помольного отделения и началось производство пустотелых шлакоблоков. В том же году на заводе приступили к производству железобетонных изделий. В 1949 году строится новый бетонный завод. Все следующие десятилетия завод расширял свои возможности, став по сути центром развития строительных организаций города. Поэтому в 1962 году организован трест «Северский строй». Тогда же в 1962 году был сдан в эксплуатацию новый бетонный цех. Тогда сюда пришла работать совсем молоденькой девчонкой Галина Ивановна Борисенко. Только пришли в 1962, его построили и мы начали уборку завода делать. Делали уборку завода, сушили банки. Это вот все мы занимались этим. А потом уже начали работать. Давали вот бетон везде. Мы все молодые, весь коллектив у нас был молодой, сплоченный такой. Не ругались, ничего. Всегда дружелюбно со всеми. Это особое поколение, которое знает, что такое работать на совесть. Чтобы твоя бригада стала лучшей. Чтобы бетон и раствор вовремя поступали на объекты. За эти годы, сколько построено домов. Какая вот, я и говорю, на городскую дорогу сколько мы давали бетона. Мы соревновались. Даже вот что, одна смена даст много. А нам тоже надо не отставать. Вот друг перед другом. Все. И как-то у нас коллектив сплоченный был. Душой коллектива и любимым бригадиром более 30 лет была кавалер ордена Трудового Красного Знамени Александра Ивановна Маршинина. Об этом вспоминает Аделаида Федоровна Норт. Ездили везде. И вообще Александра Ивановна, она была очень активная. И это я тоже была в техом, как в техкоме-то, работала. Поскольку я работала, я 20 лет поработала. Александра Ивановна – человек заводной, беспокойный. К ней всегда люди тянулись и равнялись на нее в работе. Бригада моя была очень большая, больше 40 человек. Дружная, веселая бригада была. Вот на бетонной строилась. Так я иду. В конце концов я иди доработала на одном месте. Мне стоит одна печаль. Тогда, в 60-е годы, на заводе была заложена главная традиция относиться к каждому человеку как к самой главной ценности. Они не думали о себе. Была бы страна родная. Да был бы любимый завод, благодаря которому рос и хорошел город. Менялся Северский завод ЖБИ. Стройка такая шла, так ведь город-то весь этот зеленый боржа строился, дорога-то, да цеха какие. Мы когда пришли работать в 62-м году, там сзади, где теперь Т2-то, там ведь ничего не было-то, ничего. Там пустырь был. А это все ведь наш труд там. На нашем бетоне все брали, и трубный у нас бетон брал, и триолит брал бетон. В 70-е годы, с началом большой реконструкции на Северском трубном заводе, Северский завод ЖБИ стал одним из центров разворачивающегося грандиозного обновления крупнейшего предприятия металлургической отрасли. В 1972 году сдан в эксплуатацию цех фенольного утеплителя. В 1973 году внедрена автоматизированная линия по управлению дозировкой. Тогда была поставлена задача максимальной автоматизации процессов. Надо было наращивать объемы, сокращать простое на производстве, облегчать тяжелый ручной труд. Именно в 70-е годы раскрылся рационализаторский талант Константина Васильевича Антипенко. Мальчишка военной поры, он до всего дошел своим умом. Одаренный от природы, любознательный, он до сих пор гордится своими распредложениями, которые принесли ему всесоюзную славу. Этот цех номер один, этот цех, ну, сварочный наш. Так, не хватало ни бетона, ничего не хватало, даже не хватало ничего. И строился город, крупные блоки, вот, блочные дома строили, так. Я немножко реконструивал вибростол, и сразу, три раза увеличилась производительность труда. Хватило всему северскому заводу, сколько северстрой строил, столько брали панелей крупных. Вот это и такие работы. Но дело не в заслуженных медалях и грамотах, глядя на которые ветераны завода вспоминают и ударно прожитые пятилетки, и дружную коллективную работу. Для них работа была и остается смыслом всей прожитой жизни. Поэтому они так гордятся тем, что благодаря им вырос целый город. Пятилетку выполняли, наши задания выполняли, план выполнялся. У нас не было такого случая за 30 лет, чтобы завод ЖБИ наш не выполнил государственного плана. Мы всегда выполняли четко. Продолжение следует...